Добрый вечер. Как меня слышно, как меня видно? Слышно и видно отлично. Я понял, в чем дело. На одном гаджете я смотрю, а там идет с 15-секундным опозданием. А здесь я отключаю звук и, видимо, меня на 15 секунд могли потерять. Диана, меня сейчас хорошо слышно или сильно? Слышно отлично. Хорошо. Рад нашему вечернему понедельничному дайджесту. Да, сразу перейду к цифрам. Результаты этой недели. Биткоин 0,33%, эфириум 0,4% и USDT 0,35%. По себе могу сказать, что неделя была достаточно сложной. Сам, например, биткоин, это называется термин «пила». То есть он практически всю неделю падал, но падал с очень резкими движениями. Средняя дневная волатильность была около 5%, ну и, соответственно, падал он очень с таким хорошим диапазоном. Ну, ребята, скажем, бились, можно сказать, до последнего, ну и результат достаточно хороший. То есть то, что у нас получилось вытащить такие показатели при таком рынке, это, в принципе, с эфириумом было более спокойно. То есть там, может быть, активности было намного меньше, ну и результат лучше. И, соответственно, по USDT тоже пришлось немножко понервничать. Результат 0,35%. Ну, по моему мнению, достаточно такой 4 с плюсом. Хороший результат недельный, с чем можно нас поздравить, ребят похвалить. И перейдем уже непосредственно к суммам, которые у нас пошли на погашение нераспределенного убытка. 50% от дохода со счета накопительной по биткоину в абсолютной величине составил 8,34 биткоина. Эфириум 200,37 USDT 550522. Sunrise программы Solar составили по биткоину 7,15, эфириум 171,75 и 471,876 USDT. 100% прибыли управляющей компании Amir Finance составило 4,76 биткоина, 114,5 эфириума и 314,584 USDT. И также 50% гонорара управляющих активами прошло на погашение нераспределенного убытка. Они составили 5,95 биткоина, 143,12 эфириума и 393,230 USDT. Общий суммарно получилось 26,2 биткоина, 629,74 эфириума и 1,730,213 USDT. Все суммарно в эквиваленте по курсу на момент фиксации составило 3,721,341 USDT. Итого на сегодня у нас на начало прошлой недели сумма была 24,439,000 USDT. И после вычета сегодняшнего результата это составит 20,717,883 USDT. Вот таковы результаты нашей недели. И пользуясь случаем, поделюсь еще одним лайфхаком. Честно, в последнее время все выходы в эфир, ну они больше были наполнены какой-то, скажем, негативной составляющей и доставляло определенный какой-то дискомфорт. И сейчас, ну, возможно, скажем, ну и невозможно, и ситуация потихоньку улучшается, возможно, негатив уменьшается. И в рамках, скажем, преодоления своего такого дискомфорта, я, ну, работая над собой, поймал такой лайфхак, что, ну, найти же надо что-то в этом хорошее, что вдохновляло бы и с радостью, скажем, ну, приносило бы какое-то удовольствие и радость выходов этих в эфир. И такая идея, что я имею возможность три раза в неделю, даже иногда четыре раза в неделю быть услышанным там своей аудиторией, да, и, соответственно, со следующей недели. То есть, ну, этот лайфхак меня так посетил, можно сказать, вчера вечером или сегодня, да, там. Ну, так уже так. И я буду любые выходы в эфир максимально использовать для, скажем, общения и передачи какой-то полезной информации. Ну, и сегодня, в качестве начала, и вот мы общались сегодня с наблюдательным советом, и они мне задавали достаточно такие качественные вопросы. И, в принципе, они, ну, уже были, так скажем, вовремя. Ну, и в плане того, что мы и так уже готовили программу 20-25, да, там, с учетом, ну, конкретного плана действий, да, там, чтобы полностью все наши инвесторы были информированы о том, что какие с нашей стороны действия предпринимаются. Ну, вы видите, что кассовый разрыв сокращается, соответственно, что будет при схлопывании кассового разрыва, ну, какие дальнейшие действия, план А, план Б, план С. И в эту пятницу, в пятницу, субботу, будет представлена программа 20-25, 20-30. И вот, ну, благодаря команде, благодаря качественным вопросам наблюдательного совета амбассадоров, мне всегда казалось, что информация полностью предоставлена, то есть, ну, и, соответственно, что все ясно и понятно, как мы будем действовать и так далее. в команде начались такие разговоры, что ты просто уже с этим живешь несколько лет, ну, то есть, там, то, что касательно, там, кошелька, управляющей компанией, это все это системы Амеркепта в целом, и тебе кажется, это все элементарно, а людям нужно прям вот пошагово точно все рассказывать и обозначать какие-то акценты, реперные точки. И вот в эту пятницу, в субботу более подробно вот программа 20-25 и 20-30 будет представлена с учетом выхода, ну, и сложившейся ситуации, да, с пошаговыми. Так что, ну, поставьте свой календарь. В четверг-пятницу мы объявим более точное время, да, там, у нас как это происходит? Сначала в пятницу мы репетируем это на амбассадорах, потом в субботу уже выходим на широкую, более широкую аудиторию. Здесь, наверное, будет такая же стратегия, ну, то есть, сначала в пятницу мы на команде на амбассадорах репетируем, оттачиваем какие-то нюансы, получаем обратную связь, и в субботу, как всегда, в 10 утра в рамках, в рамках отчетного вебинара будет представлена эта программа. То есть, хотелось бы, чтобы на отчетный вебинар посещаемость в этот раз побила все рекорды. У нас около трех тысяч был рекорд. В этот раз давайте побьем этот рекорд. У нас практически более двадцати пяти тысяч человек. Ну, сейчас я на вскидку, я тут подумал, да, там, но на вскидку должно быть прям много. У нас семьдесят пять тысяч людей с плюсовым балансом, ну, и из них выше статуса Рэй, ну, Рэй и выше, наверное, ну, как минимум двадцать пять тысяч человек. И на отчетный вебинар почему-то приходит только тысячу, полторы, две, ну, рекордные три. В общем, жду вас всех в субботу, будет интересно, познавательно. Всем спасибо. До встречи.